МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят? О чём говорят?» В губернии в эти выходные стартуют столь долго ожидаемые поклонниками седой старины и участниками военно-исторических клубов фестиваль «Ратное дело». Действия занимательные и привлекающие внимание к нашей области огромное количество любителей исторических реконструкций. Едут посмотреть и поучаствовать со всей России. Наконец-то определились с местом проведения в Красноярском районе между сёлами Старый и Новый Буян. А я буквально выдернул из круговерти сборов организаторов фестиваля Николая Ильича Батарёва и Игоря Майорова. Здравствуйте, ребята! Спасибо большое, что пришли. Понимаю, насколько вам сейчас недохождение по телеканалам. И тем не менее, пришли. Молодцы! С местом определились. Хотя, насколько я понимаю, довольно-таки долго шёл этот процесс. Не хотели повторить ошибок прошлогодних. И вообще вычислить все плюсы и минусы, да? Ну, подходящего места для такого большого количества народа найти сложно. Потому что в этом году у нас раза в два больше людей участнику приедет. И поэтому, соответственно, места нужно больше. Но вот, как показалось, что это место, которое выбрали Старый Буянный, более оптимально. А мы Поляна Хорошая. Поляна Особенная. Про то, что это Поляна Особенная, мы ещё попозже поговорим. Хорошо, давайте на всякий случай режиссёры мне помогут. Мы сейчас карту выведем, чтобы телезрители знали, куда же нам подъезжать. Итак, карта у нас на экране. Итак, между Старым и Новым Буяном. Есть какие-то особенности? Николай? Да, если ехать по трассе на Димитровград, очень важно не повернуть на Старый Буян, а вот перед развилкой, когда с трассы дорога уходит на Старый Буян, повернуть налево и продолжить ехать в русле трасса. И как раз на пересечении с речкой Буянкой, вот в этом моменте, как раз посмотреть налево, налево как раз от дороги будет фестивальная поляна. И будет видна фестивальная поляна. А самое главное, если кто-то ездит не на своём транспорте, а организован в этом году ещё и специальный транспорт, который будет ходить всё время, хочется сказать, поляна Фрунзе, от Барбошиной поляны, да? Да. Ты же скажешь, как в прошлом году у нас курсирует автобус между Барбошиной поляной и, собственно, фестивалем. Поэтому все желающие могут уехать совершенно спокойно и бесплатно, самое главное, на предоставляемом автобусе. А главное вернуться обратно. И вернуться, конечно. Да, вернуться обратно. Потому что ходить автобусы начинают, я не помню, вы мне там показывали какой-то список, чуть ли не с 9 часов и там каждые полчаса, да? Да, 9, 10, 15, 9, 30, 10, 10, 30, 11, 11, 30, 12, 12, 30, и сейчас заканчиваем. Да, когда не приедете, не прогадаете. Вот давайте вообще посмотрим, я знаю, что ребята своими силами, практически почти своими силами, с участниками, во всяком случае, клубы сделали небольшой такой рекламный ролик, давайте его посмотрим, как это выглядит вообще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 19 августа в Красноярском районе возле Старого Буяна состоится второй международный военно-исторический фестиваль «Ратное дело». Подробности на сайте ludota.ru Ребят, вот начали говорить про Поляну, да, что она знаменита, давайте с ней тогда покончим. Она знаменита еще и тем, что именно на этом месте все время проходил знаменитый фестиваль «Битва Тимура» и «Тахтамыша». Да, 4 года назад, по-моему, последний раз был фестиваль. В 8-м году, да. Да, уже как быстро время такая столетит. Поэтому, в принципе, все те, кто ездили смотреть на фестиваль «Битва Тимура и Тахтамыша», знаю прекрасно тогда, как от добираться. Но, насколько я понимаю, вы считаете, что ваш-то фестиваль будет покруче? «Битва Тимура и Тахтамыша» и наш фестиваль, они имеют разную направленность. «Тахтамыша», будем так называть, он больше направлен на, скорее, это такой этнографический фестиваль. Там этноколлективы выступают, какие-то с балалайками. Это тоже интересно, когда это коллективы. Безусловно, но у нас фестиваль, он немножко более устный, узкого направления. Более узкого направления. Да. И там все-таки вот этого нет. Там у нас выступают аутентичные, будем так говорить, коллективы, которые играют средневековую действительно музыку, а не вот народную, так сказать, этнографическую. То есть вы более серьезно подошли к исторической, скажем так, к направляющей. Да. Ребят, я, насколько понимаю, у вас будет большое количество представителей разных военно-исторических клубов, не только из Самары, но и со всей России. Да, безусловно. У нас будут участники и как из России, мы Москвы, Станкт-Петербург, других городов, так клуб из Украины. Вот к нам собирались приехать наши польские друзья, но вот в этом году у них не получилось. И приедет у нас один участник из Японии. Да вы что? Да, Юта Ивасаки. Это очень такой известный в интернет среде человек, который очень любит русскую культуру. Вот он сам самостоятельно выучил русский язык, пишет на нем, говорит самостоятельно. И в этот раз он уже второй раз к нам приезжает, и в этот раз он еще приедет с другом. То есть два тогда получается, гостя из Японии. Два гостя из Японии. Так они будут показывать не мастерство японских самураев, они будут показывать мастерство русских ратников. Русских самураев. Ну, гостя русских самураев. Да-да. Ну, как замечательно. Вот видите, на международный уровень по-настоящему вышли. Потому что ближние зарубежья это понятно и хорошо. А из Японии даже приезжают гости. В другом конце. Вообще вы так много всяких красивостей мне принесли. Я смотрю на все на это с удовольствием. Давайте начнем. вот с дальнего края, я не знаю, вот около Николая лежит. Это подшлемник или шапка просто? Это шапочка. Простого ратника, да? Вяленая войлочная шапка. Вот такие вот шапки носили наши предки. Вот они были разных цветов. Вот это вот один из них. Сами делали? Да. Ну, кто умеет, у нас вот женщины. Кто умеет, тот и делает, да? Глядишь, войлочная. Это и валенки скоро валять начнете. Посуда тоже самодельная? Посуда самодельная тоже, да. Но она, в данном случае, не наша управление. Очень хочется взять в руки, вот ей Богу. То есть, практически, вот из таких же, не знаю, чашек, да? Да. Вот. Вот была бы каша, вот можно было бы поесть. Была бы каша, накормили бы. Да. Замечательно. А вот узор вы пытались соблюсти приблизительно такой же, какой наносили или сами фантазировали? Нет. Это в данном случае по источникам. То есть, мы открываем книги. Ну, чтобы культуре соответствовали. Конечно. Как же без этого? Без этого. Хорошо. И вот? Ну, это вот такой для вина, наверное. Или там, да. Так гостей-то тогда, когда будете встречать на поляне, нужно будет во фляге что-то налить. Конечно. Я не знаю, сок хотя бы какой-то, кумыс. Замечательный. Ну, и, конечно, особенно если мальчишки есть около экрана, привлекут внимание. Да, вот. Собственно, вот копия меча такого. Копия какого меча? Русского, даже не сказать, меча, который применялся вот нашими предками. Это по конкретной находке сделан. Вот такой вот меч. По конкретной находке. Они же ведь в разные времена были разные формы. Это 13-й век. 13-й век, да? Ну, то есть, приблизительно, значит, в 1242 году ратники князя Александра Невского вот такими вот псов-рыцарей и такими в том числе. И такими в том числе. Сами сделали, да? Сами на заказ ковали. Ну, понятно, что не точили. Нет. Опять, нет, у нас что-то мы делаем сами, но пока до такого у нас еще пока мощностей нет, это вот мы заказываем в данном случае. Ну, я к чему? То есть, вот там на фестивальной поляне участники военно-исторических клубов и вы, скорее всего, тоже будете в соответствующих нарядах, будете биться вот вот этим вот. Сколько он весит приблизительно? Где-то... Килограмм с капликом? Нет, килограмма полтора. Килограмма полтора. Но приблизительно столько же весит и настоящий. Обоюду острый меч. Вот. Держите. Замечательно. Да, я смотрю, еще и ножик принесли. Тоже, наверное, самодель. Уже так, для красоты. Порезать хлебушек. Да, колбасы. Хорошо. И вот приблизительно такие же сумки из натуральной кожи. Да. Вот. Что я вам могу сказать? Занимательно. Я так понимаю, что там на поляне гостям будет вообще на что посмотреть, потому что что-то даже вроде ярмарки будет организовано. Правильно? Да, конечно. Будет ярмарка работать в течение всего времени. И на этой ярмарке можно будет приобрести как вещи соответствующие истории, так и просто сувениры, которые в стилистике находятся. Это будет... Шапочку кто-то захотел прямо вести? А я пошутил, а на самом деле это так и есть, да? Да. Как здорово оказывается. Хорошо. Вообще, давайте расскажем, что вообще будет проходить на поляне. Вот мы приехали, да, допустим, вот я взял свою семью, еще кто-то взял свою семью, да, и приехали на фестивальную поляну, да, в 11 часов начинается замечательное действие. Что нас там ожидает вот до вечера? Ну, действие будет достаточно насыщенное, потому что много будет разных мероприятий, которые сосредоточены на достаточно короткий период времени. То есть с 11 до 16 мы приглашаем нашим друзьям, тем, кто приедет на фестиваль, погрузиться именно в атмосферу. Вот этот мир, да, до 13 века. в отличие от подобных фестивалей, именно в 13 век, зачастую как бы совмещают 13-15 век, 9-15 век, чтобы больше народу было. Мы смогли, в принципе, адекватное количество воинов, соперников и союзников собрать именно занимающихся чисто вот этим 13 векам. Кто с кем драться будет? Наши ратники с тефтонцами или как? Кого с кем лбами сталкивается? Тимур с Тахтамышем там понятно все было. Фестиваль представляет собой как противостояние военных лагерей Восток и Запад. То есть, соответственно, будут русичи, будут тефтонские рыцари, будут англичане, французы, фламандцы. Вот так. В средневековом 13 века. То есть, Европу подтянули. Хорошо. То есть, да, понемножку от каждого собрали маленькую географию нападения. Так. То есть, это традиционные турниры на мячах и копьях, насколько я понимаю. То есть, ребята, видимо, тренировались не на шутку. Готовились. Что еще? Вот конные выступления. У нас очень серьезная конная программа будет. То есть, конные состязания. Так. Это копейные шибки, там, всякие чудеса джигитовки и так далее. То есть, все это будет. Будет комментатор даже у нас. Вот мы недавно выступали в Ульяновске на фестивале с этой программой, наши вот ребята. И, в общем, показалось, что очень хороший уровень уже. Давайте посмотрим. Есть фотографии с прошлого фестиваля, да, и давайте посмотрим. Я думаю, что в этот раз будет не хуже, возможно, даже лучше. Конечно лучше. Но есть на что посмотреть. Давайте посмотрим фотографии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Насколько мне известно, да, замечательные фотографии, насколько мне известно будут соревнования по стрельбе из лука, да, у вас организованы. Насколько вообще сложно? Сами стреляли? Конечно. И тот, и другой, да? Конечно. Ну и как? Он же не спортивный лук, да, отличается? Да, совсем по-другому. И аэродинамика из стрелы, и тоже все совсем другое. Поэтому, ну, это требует искусства, требует тренировки, как любое. Трубожа, руку на сердце-то попадали в мишень? А куда она живется? А то, да? Вот так вот. Но только лук, арбалета нет, насколько я понимаю. Арбалетов у нас нет. Хорошо. Соревнования, или там конкурс исторического костюма? Да, обязательно. Да, конкурс кухни. Конкурс кухни, да вы что? Так, и в чем будет заключаться? Кто вкуснее приготовит? Ну, то есть, это клубы, война, войной и обед, обед. Я понимаю, но это то есть представители разных клубов, да, привозят с собой какую-нибудь, там, я не знаю, тетушку Терезу, да, и которая тут... Своими рецептами, значит, здесь имеется в виду, кухня-то какая, вот именно того 13 века, а то, может быть, она пельмени привезет? Нет, конечно, вот желательно что-то такое, вот, ближе к 13 веку. А комиссия какая-то, она как-то ходит, проверяет, соответствует или нет? Или телезрители, находящиеся там зрители, у кого очередь длиннее, да? Ну, вот, не знаю, как насчет зрителей, для зрителей там отдельная программа, в этом плане. А кого же она кормить-то будет? Участников. А, участников. Они же загнутся без зрителей. А я-то уж обрадовался, я думал, вот приедем там, поедем. Ну, там можно будет отведать разных там явств, которые у нас едет, команда поваров, которая будет там, и поэтому еда там, конечно, для зрителей будет, что перекусить. А так, посмотрите, и понюхать то, что ели приблизительно в 13 веке. Хорошо. И, насколько мне известно, там еще и мастер-классы собираетесь организовать по старинам ремесла? Мастер-классы, да, у нас будет мастер-класс. Я из вас клещами вытягиваю, ребят. Мастер-класс по обуви, по... Почему еще у нас... Лекции будут, приедут, нас из Москвы приедет, у нас специалист будет читать нам лекцию про оружие, про средневековое. То есть, что, по созданию вот таких вот замечательных вещей тоже будет мастер-класс. То есть, у нас там будет человек, занимающийся вот керамикой. Очень долго уже этим занимается. Там будет печка. Там можно будет смотреть. И как это все делается, и самому попробовать сделать, да еще и приобрести. Замечательно. Причем и по валянию войлока точно так же будет мастер-класс. Очень интересно, на фотографии, когда смотришь, как они войлок валяют, такое ощущение. Люди спрашивают, а что-то они там тесто делают, или обрет какой-то. А на самом деле, они войлок валяют и собирают. Если кому-то вот нравятся вот такие вот литые изделия, они бывают разные, не только вот на пояс, но и какие-то украшения, значит, в виде подвесок, то тоже можно будет приобрести, совершенно свободно там будут стоять. Это там разберутся. Хорошо. Насколько я понимаю, закончится фестиваль большим сражением, в котором скрестят мечи все участники вот этого действа. Все, кто может держать оружие, поднимутся в бой. За наших и ваших. Да. Ну, замечательно вообще, на самом деле, ребят, вот меня честно заинтриговали, очень хочется посетить, я думаю, огромное количество людей тоже. И самое главное, давайте напомним, что будут бесплатные автобусы ходить, да, с барбошиной поляной. Да, они будут ходить, я могу время сейчас еще раз уточнить. Прям по-быстрому. 9-9-15, 9-30-10, 10-30-11, 11-30-12, 12-30-13. И в 13 мы заканчиваем. И в 13 заканчиваете, и потом оттуда уже. Конечно, уже оттуда мы увозим. Причем будет два рейса в 13-14 для тех, кому необходимо раньше приехать. Вдруг с детьми приехали, решили. Да, мало ли что, солнышко там припекло или что-то еще. Хорошо. Ребят, удачи, до фестиваля вот-вот немножко времени остается, всех гостей встретить и всех гостей достойно проводить. Я сам в предвкушении этого замечательного действия. Спасибо вам большое, что вы есть и подобные фестивали на нашей Самарской земле помогаете организовывать. Еще раз удачи. Спасибо за это. Мы вас ждем. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «О чем говорят». Смотрите нас на канале Губерния. До встречи. Спасибо. Спасибо.